я рад всех приветствовать блендер 281 и давайте разберемся уже последний ролик именно по ригам именно вот по животному если с персонажами именно людей все понятно да там все работает именно в добавить есть у нас здесь арматура и есть вот хуман есть еще вот мета риги вот эти то они нормально себя ведут на именно на обезьянах на людях на более-менее человеческих моделях с анимацией вот именно animals кошка и собака скелеты очень капризные давайте рассмотрим их а потом уже доработаем тот скелет который именно мы уже делали по прошлым роликам если кто-то их делал конечно так вот такой скелет вроде он ничем так не отличается от того скелета который в прошлых роликах я показывал как сделать самому да только за исключением одного это волк я убрал у него лицевые мышцы головы лица и вот оставил одну кость которая отвечает за поворот головы вверх вниз влево вправо с ногами здесь все нормально здесь вот есть именно даже пальцы на моей модели они отсутствуют если их анимировать вот эти пальцы это занимает конечно время но модель уже шикарно выглядит уже движется и пальцы и части тела в дальнейшем тоже будем рассматривать этот вопрос ну и что делаем нажимаем теперь на скелет нажимаем генерировать рик и получается что у нас рик становится вот квадратики кружочки заменены кости вот на такие вот круги сферы квадраты так вот этот можно скелет теперь делить удалить он нам не понадобится и давайте их свяжем нажимаем на модель нажимаем на кости и жмем control p так заходим в объектный режим находимся мы в control p и нажимаем с весовыми весами с автоматическими весами пардон ждем некоторое время сейчас все это срастется и уже посмотрим еще раз как ведет себя рик именно волка кошки я уже по моему рассматривал там она тоже капризная вот кости уже автоматически стали с весами с генерировался рик и заходим в режим позы вроде все прикольно но вот фишка в чем заключается что если управлять вот этими костями ну вот эти более менее видны вот голова давайте посмотрим как работает вот увидите что все крутится все вертится шея тоже понятно вот работает здесь вот плечевой сустав тоже нормально ну вот на передних лапах не знаю будет вам видно нет вот красные подошвы вот эти это вот кости которые управляют движением лапы g вот мы ее можем поднимать вы видите насколько она вытягивается как она работает здесь можно и также подкручивать выкручивать ну вот не очень удобно нужно находить вот эту косточку вот эту и вот только потом все это дело выкручивать это что-то подгадывать капризно очень так смотрим теперь задние лапы вот красная вот это вот подошва она вот она на волке на кошке она очень маленькая здесь в принципе можно тоже все это дело делать и на нампаде g нажимаем и вот вы видите как она вот мягко все это дело все как-то как сопля вот тянется ногу выламывает нога приобретает вообще неестественный вид как будто это и не его нога и нужно тут каждый раз поправлять косточки где-то вот эту косточку вытягивать ну кропотливо это дело нога должна держать форму и двигаться правильно единственное что вот с хвостом да здесь нажимаем r хвост вот классно все это дело тут крутится ну в принципе мне не понравился этот рик может быть как говорится я не умею с ним работать ну давайте уже доделаем свой рик полностью под анимацию с добавлением там по прошлым роликом добавим косточки усилим грудь усилим таз и потом будем с ним уже работать а эти кости все забыли если кто-то хочет попробовать и кому-то понравится успехов попробуйте может быть вам этот рик очень подойдет все тот же лев только немножко я его так сказать доработал включим рендер посмотрим как он выглядит и объясню для чего нам это нужно вот одна сторона у него красная одна синяя это понадобится в дальнейшем для понимания именно как ведут себя ноги где они находятся чтоб не путаться какую ты ногу тянешь и более менее адекватно чтобы это можно было корректировать ну погнали так тройка на нам один и сделаем уже конечный рик для вот этого вот персонажа также этот рик можно использовать для волка для кошки ну за исключением если добавить где-то какие-то косточки где-то что-то изменить но принцип у них будет один и тот же так переключимся вот на такой вид так жмем добавить добавить арматура добавить одна кость все по прошлым роликам ну с некоторыми так сказать наворотами что-то так вот так нажимаем на персонаж Z английская включаем warframe сетку сейчас я включу видимость вам клавиш это n панель повторяюсь скринтаскей можете аддон этот установить если кому-то нужен будет в дальнейшем ну и теперь опять проверяем тройка на нампаде и можно транспозом все это дело перекрутить вот вложим эту косточку вот сюда select box и делаем shift D копируем перетягиваем на таз вот сюда так я поставлю поближе чтобы все было именно видно наглядно так G оттягиваем сюда и поставим видимость костям нажимаем на функцию настройка данных объекта находим отображение во вьюпорте и жмем спереди все теперь будем работать их будет видно нажимаем вот на вот эту косточку и заходим в режим редактирования клавиша tab если нажимаете то в объектный переходе и tab в режим редактирования быстро чтобы сюда не лазить так E нажимаем здесь нам много костей не понадобится пусть будет 3 близко к позвонку мы его скелет позвонка не ведем а здесь на шее добавим уже две косточки вот так вот одну кость добавим на морду и вот эту косточку shift D именно копируем вниз и делаем S scale вот так и немножко rotation R и немножко G подгоняем чтобы вот так она тут была теперь нам нужно вот эту косточку связать вот с этой нажимаем на косточку и жмем shift жмем ctrl P и жмем тип offset с сохранением взаимного расположения следом вытягиваем хвост E вот сюда E сюда и погнали именно моделировать весь изгиб вот этого хвоста все это оставляем теперь связываем вот эту косточку и вот с этим тазом или shift и жмем ctrl P и тип offset следом нажимаем на хвост и жмем shift зажатой левой кнопкой мыши на таз жмем ctrl P и тип offset все это дело соединяем и давайте теперь вытянем какую-нибудь косточку ну вот отсюда или можно вот эту кость shift D копировать подтянуть сюда и alt P отсоединить ее очистить родители теперь жмем R вот так вот жмем G перетягиваем сюда жмем skyл вот так немножко еще R и смотрим вытягиваем ее через G на ляжку вот так вот смотрим чтобы она тут нормально стала жмем R у кого вот именно по колену смотрите чтобы она не вылазила кость за пределы мяса так теперь тройка на нампаде и попробуем G немножко его здесь установим нажимаем на косточку G немножко вытягиваем на сустав и погнали сейчас через E английское E все вот моделировать вот таким вот образом вот так вот смотрим чтобы все нормально тут становилось G выравниваем если все сбилось у кого-то чтобы все было ровненько чтоб нога потом не кривилась следом вот на эту косточку нажимаем жмем R жмем E вытягиваем еще одну косточку ну и вот отсюда вытягиваем еще одну кость вот так теперь вот эту кость сшиваем вот с этой косточкой это жмем shift зажатый левый щелчок мыши ctrl P c следом что нам нужно будет сделать это вот из этой косточки вот именно вот из этой вот большого круга вытянуть ограничители чтобы не ломались у нас бедра E кость вытягиваем на бедро и отсюда же вот E вытягиваем вниз вот сюда вот чтобы у нас не поднималась именно вот эта вот часть живот не прилипал к позвонку так ставим единица на нампаде немножко G выравниваем смотрим 7 на нампаде чтобы все шло ровно по позвонку так вот так вот так можно выделить и немножко G вот так откорректировать если у кого-то что-то сбилось ну вот уже все нормально следом что нужно сделать это нужно нам копировать вот эти ноги через ctrl так shift и левая кнопка мыши зажимаем выделяемся кости жмем ctrl shift D что-то я сегодня заговариваюсь R немножко перекручиваем и немножко G подтягиваем вот сюда и опять же R можно немножко перекрутить вот так G вот таким вот образом передняя лапа чуть-чуть по-другому устроена давайте немножко кости через G вот так вот уменьшим здесь ставим вот сюда косточку вот так вот эту косточку G ставим вот так и немножко повторим вот так вот вот таким вот образом эту косточку G можно уменьшить она нам в принципе здесь будет не нужна давайте ее delete и кости удалим ее так вот эту кость теперь нужно связать вот с этой косточкой вот с этой жмем на эту кость shift левая кнопка мыши ctrl P keep offset все мы ее связали и что нужно сделать дальше смотрим чтобы все было именно ровно обязательно потому что потом будет очень мороки с лапами как они будут ходить вот отсюда теперь с этой косточки вытягиваем E ограничитель именно чтобы не ломалась грудь и вот с этой косточки вытягиваем E вот сюда вот вот так на грудину посмотрим смотрим где она вот ctrl Z G и немножко ее вот где-то вот сюда ставим чтобы вот этот центр груди не ломался а вот эта косточка вот эта будет держать вот это вот плечо вот где-то вот тут мы ее поставим можно ее вот сюда вот так увести чтобы она держала вот эту плечо или вот сюда это уже по ходу у кого как будет работать персонаж ну вот здесь пусть побудет вот так вот следом вот эту косточку маленькую или лучше давайте вытянем E чтоб уже не заморачиваться маленькую косточку вытягиваем отсоединяем alt B очистить родителя G опускаем сюда и shift D вот сюда одну и S чуть-чуть уменьшаем ее так вот эту косточку выделяем жмем вот на эту кость и жмем ctrl P keep offset а эту косточку вот можно ее чуть-чуть вот сюда поближе чтобы вот эта часть не ломалась при сгибании именно лапы и жмем вот так на нее и вот на эту кость ctrl P keep offset следом нам нужно связать вот эти кости вот эту косточку вот с этой стазовой ctrl P keep offset и вот эту косточку shift левая кнопка мыши ctrl P опять же с тазом чтобы она не отходила так что еще мы тут можем сделать вот эту сразу настроим все кости а потом их копируем вот отсюда можно еще косточку E вытянуть вот так пусть будет ограничитель именно движение вот этого локтя так смотрим точно ли тут локоть сгибается ну чтобы все точно и вот это вот так все нормально так здесь нормально там нормально теперь отделяем вот эти косточки ctrl так alt P очистить родителя и заходим в настойку кости снимаем деформацию это косточка alt P очистить родителя снимаем деформацию и вот эта косточка снимаем деформацию alt P и очистить родителя так все это мы сделали так вот эту косточку тоже снимаем деформацию и alt P очистить родителя ну вот такая штукенция получается следом вот отсюда вытягиваем еще E косточку смотрим единица на нампаде G поправляем ее нажимаем на нее жмем alt P очистить родителя и можно транспозом чтобы ровно она шла поднять чуть-чуть повыше где-то вот сюда так ну и можно чуть-чуть вот сюда ее поставить только на нампаде select box верхний кружочек G немножко подгоняем чтоб ровно все было так смотрим что у нас тут еще есть здесь все нормально так тут нормально ну следом теперь нужно можно также еще уши добавить тройка на нампаде так нажимаем на кость E вытягиваем косточку вот так вот нажимаем на нее alt P очистить родителя теперь жмем R жмем Z сплошной вид включаем чтоб видеть ухо семерка на нампаде и вот эту косточку G тянем до уха вот сюда вот так вот смотрим что да как немножко еще корректируем и R немножко выкрутим вот так это можно чтобы ухо двигалось чуть-чуть вверх вниз там вот нажимаем теперь на косточку и на на голову вот эту Ctrl P и сохранением весов так вот это все нормально теперь нужно вот эту кость связать так это мы давайте попозже сделаем теперь заходим на эту кость нажимаем режим позы смотрим что тут да как вот эту делаем косточку выделяем и Shift выделяем Ctrl C теперь нажимаем на вот эту косточку Shift на эту Ctrl Shift C Invert Kinematic они у нас связались все нормально все прикольно больше в принципе здесь ничего делать не надо опять заходим в режим редактирования тройка на нам пади выделяем вот эту косточку Shift вот эту и жмем Ctrl P Keep Offset вот эту косточку на косточку вот эту вот эту кость так давайте сразу с этой косточкой сначала ее чуть-чуть оттянем это вот сюда и можно ее просто привязать а можно ее просто сделать так чтобы ориентировалась вот эта кость на нее, но лучше привязать. Если ориентировать, тоже выкружка идет, не интересно, но в принципе рабочий вариант, я его тоже, по-моему, уже показывал. Так, этот Ctrl-P и Offset. Теперь вот этот локоть будет ориентироваться вот на эту кость, а этот сустав будет именно направлен в одну сторону, не будет перекручиваться. Так, теперь единицу ставим, левая кнопка мыши выделяем вот эти кости, а которые не выделились. Так, это попало ухо, выделяем вот эту кость и вот эту тазовую, именно растяжку. Все, больше тут в принципе, ничего не надо. Жмем единицу на нампаде, Shift-D, копируем, щелчок и жмем. Правая кнопка мыши на кости, симметрия по X-Global. Теперь можно MO включить и чтобы ровно все вот сюда перетащить. Смотрим со всех сторон, как тут все соединилось, чтобы все было четко. Следом соединяем вот эту косточку, так, select box, выделяем вот эту кость и вот на эту, через Shift, Ctrl-P, Keep Offset и вот эту кость, Shift, вот эту, Ctrl-P, Keep Offset. Все, это все сделано. Теперь смотрим в режиме позы и проверяем, как ведет себя RIG-G. Вот вы видите, что он заторможенный, да? Ну, в принципе, уже можно и таким работать. Ctrl-Z. Назначить надо видимость костей вот этих вот, привязку. Вот одну кость выделяем, желтую. Заходим в настройку, так, настройка ограничители кости и добавляем вот длина три кости. Вот теперь будет работать вот эта кость, вот эта и вот эта. Вот все три кости будут работать. И так же повторяем с этой костью. Так же повторяем с этой костью. Ставим три кости. И вот эту кость тоже ставим. Ставим три кости. Так, все это нормальное. Вот здесь так же можно вот эту кость, вот эту кость. Допустим, давайте я покажу вам. Выбираем косточку вот эту и надо ее привязать вот к этой. Жмем на пипетку, жмем кость, появляется арматура. Следом нажимаем видимость подписи. Кстати, когда вы будете делать, вот эти кости можно переименовывать. Вот настройка костей. Вот здесь вот Бонн 15. Можно писать название своих костей, чтобы потом не путаться. Но это слишком долго. В принципе, все нормально. Десятая кость, девятая. Меня устраивает. Я в надписях больше буду путаться, чем в названиях вот этих 10, 9, 11, 12. И вот 18-я кость. Вот мы ее нажимаем и ищем Бонн 18. На нее жмем. Смотрим, что да как. И теперь угол можно поменять. Вы видите, что идет выкружка. Так, вот так где-то. Так, Ctrl V. Смотрим, сколько тут стоит. Ставим минус 90. Не получается. Короче, Ctrl Z. Вот такая штукенция будет. Ногу будет выкручивать. Угол тут просто поменять надо. Привязку вот к направлению вот этой кости, чтобы она смотрела постоянно на эту. И когда вы будете вот эту косточку, допустим, двигать, G, будет и та косточка за ней следить. Давайте попробуем вот так отвязать ее. Делит. Она привязана. Это в режим редактирования. Делит. Кость удалим. И вытянем. Стройка на нампаде. Новую косточку. Е. Это будет сразу запоминаем 18-я кость. На нее нажимаем Alt P. Очистить родителя. И теперь G. Вытягиваем ее вот сюда. Заходим в настройку кости. Нажимаем теперь режим позы. Нажимаем на желтую кость. Вот эту Inverse Kinematic. Находим ограничители кости. Закрываем. Нажимаем на вот эту кость. И вот она у нас 18-я. Нажимаем. Смотрим. Опять же 18-ю. И вот вы видите, что она опять перекрутилась. Нужно ее немножко... Вот так вот. Минус 90. Так. Смотрим, как она тут выровнялась. Ну, в принципе, нормально. Так. Вот с этой стороны нет. Еще надо. Вот таким вот образом. Минус 83 пойдет. И что теперь происходит? Вот теперь, если вы будете G. Вот водить вот эту кость. Вы видите, что привязывается к этой кости. Вот. Выкручивать можно. Так кость будет следить за ней. Ну, это как вот вариант. Так. Мне этот вариант не нравится. Также можете и тут поставить привязку вот этой кости. Вот к этому локтю. Или вытянуть вот отсюда где-то косточку. Или вперед ее поставить. Так. Могут и здесь косточки. Вот так же кость можно вперед здесь поставить. Вытянуть вот отсюда, допустим. И также вот эту косточку привязать вот к этой кости. Это как вариант. Так. Сейчас я отключу. Чтобы видно вам было. Так. И все поближе поставлю. Принцип работы, чтобы понятен был. Если вы вот эту косточку будете R крутить, ничего не будет происходить. А если вот эту косточку, тоже ничего не будет происходить. Но она будет смотреть на эту кость постоянно. Берете только вот эту косточку. Жмете G и вы видите, что колено следит именно вот за этой костью. Тоже прикольная штука. Ну, этот риг, вот этот риг и без этих наворотов будет очень себя хорошо вести. Так. Режим редактирования. Удалить. Удалить кость. И вот еще сейчас назад вертаю восемнадцатую кость. Это E. Нажимаю на нее. Alt P. Очистить родителя. Так. G. Ставлю вот сюда. И просто через Shift привязываю именно к этой косточке. Вот к этой. Вот она уже. Так. Это вот эту кость. Вот эту кость привязывают к этой. Ctrl P. И POS. Так. Смотрим теперь режим позы. И смотрим, как ведет себя нога, вот когда эта косточка впереди. Нажимаем. Так. Тройка на нампаде. G. Так. Здесь не привязано. Почему-то. Так. Вот эти косточки тоже надо. Ctrl P. Попривязать. Режим редактирования. Ctrl P. Так. Она привязана. Что произошло? Соединилась нога просто. Режим редактирования позы. Ctrl C. И жмем Inverse Kinematic. Вот. Когда кость удалял, просто отсоединились эти кости вот от этой. Смотрим теперь, как она работает G. Вот вы увидите, что нормально себя ведет скелет. И опять у нее сбился именно настройка влияния кости. Нет. Все нормально. Арматуру надо удалить. Смотрим, как теперь она работает. Вот теперь мягко. О. И косточка впереди, и она на нее смотрит. Все. Теперь вы будете, как бы вы не водили ногу, колено будет смотреть на эту кость. Так. Ну вот и все. В принципе, нормально. Вот эта кость верхняя, она влияет на вот на такую позу. Сейчас я все это объединю и вам покажу. Заходим теперь в режим объектный режим, нажимаем на скелет, нажимаем Shift на кости и Ctrl-P с автоматическими весами. Опять придется немножко подождать, но не так долго. И заходим в режим позы. Так. Смотрим, что да как. И смотрим G. Вот все работает. R. Все выкручивается. Все прикольно. G. Вот такая вот. Если мы нажимаем на эту косточку, вот вы видите, что нет ни перелома кости, именно видят колени. Нет никакой такой сильной ломки. Вот колено смотрит на косточку. Если здесь добавить еще кость, вот эта вот кость будет смотреть. Эта кость смотрит вот на эту кость. И получается сбоку, сверху. Сейчас я вам покажу еще поближе, опять же. Так, вот на эту стукенцию и находим сетка. Вот сейчас произошли изменения. И вы видите, что локоть ушел именно к грудной клетке, но ломки не произошло. Вот единственная ломка произошла вот здесь. Эта кость держит грудь, а эта кость ушла. Вот надо немножко эту косточку, вот эту, которая держит грудь, подать вперед. Вот давайте посмотрим. Вот это она, по-моему. Так, включим. Восьмигранник. Смотрим, что да как. Вот эта косточка, вот она далеко. Вот ее надо немножко. G. И вот. Вот так эту сюда. А здесь, наверное, еще одну кость добавить надо будет. Вот единственный косяк. Так, вот эта кость как себя ведет? Вот так. Вот таким вот образом. И вот эти косточки надо теперь... Так, смотрим за тазом. Как ведет себя таз? Таз себя ведет нормально. И вот эти кости, вот эти, надо отсоединить. Вот эти. Заходим в режим редактирования. Находим вот эту косточку Alt-P. Очистить родителя. И вот эту косточку тоже Alt-P. Очистить родителя. Теперь мы их немножко... Так, где тут грудь? Вот эту косточку S уменьшаем. И G немножко вот сюда опускаем. Так, вот теперь грудную клетку все это дело будет держать. Такой сильной ломки не будет. Это так и держит плечо нормально. Ее так оставим. И жмем вот на эту косточку. На эту. И следом жмем на вот эту кость. Вот на эту. И жмем Ctrl-P. Keep Offset. Не забывая и вот про эту косточку. Alt-P. Очистить родителя. И теперь через Shift. Ctrl-P. Keep Offset. Вот такая получается штукенция. Здесь еще много возможностей. Допустим, вы заходите в режим козы. Находите вот эту вот косточку. Так, вот эта вот косточка на ноге. И что можно сделать с ней? Можно сделать так, чтобы вот эта кость следила... Так, вот эта кость копировала вот это вот поведение вот этой кости. Это Ctrl-Shift-C. И нажать копировать положение. Вы ее нажимаете. Вот она ушла вбок. Не беда. Находим вот так ограничители костей. И вот эту штукенцию, полосок немножко уменьшаем. Вот так вот. Ставим на место. Теперь вы будете, вот если брать вот эту кость G. Вот теперь она, вот это... Все вот эти косточки, они будут следить за ней. R точно так же она выкручивается. Уже мягче, вы видите. Все нормально. Все прикольно. Вот есть еще такой вариант. Так, Ctrl-Shift. Так, что еще можно сделать? Вот теперь возвращаем все это G назад, вот в такую позу. Все. Вот готовый у вас риг. Если что-то у вас будет еще, какие-то проблемы с ним, допустим, там нужно сделать поворот, разворот именно модели, то нужно здесь вот, уже я потом покажу, чуть-чуть изменить позвоночник. Это вот для какого-то кадра. А работать именно вот с этим ригом. Если плавности будет мало, то уже можно сделать побольше, добавить костей. Уже надо смотреть, как это все дело будет вести. Ну, в принципе, сейчас я покажу, как ведет себя этот риг. Так, сохраню его. Сохранить как. И сохраняйте в какую-нибудь папку. Все, это пока не надо. Я вам сейчас покажу четыре фазы движения. Так, где это? Бесктоп. Так, сейчас я косточки скрою, чтобы не мешали сетка. И вот четыре фазы именно движения животного. Первая фаза, вот это вот, первый кадр называется фаза контакта. Вторая, вот это, где сложены ноги, называется фаза проноса. Вот эти четыре кадра, и вот так они выглядят. Персонаж ходит, все нормально, туда-сюда. Но четыре кадра маловато. Нужно добавлять вот после первого и второго кадра, еще кадры именно с движениями дополнительными, промежуточные вот между, теперь, вот этой фазой здесь вот ставить еще одну фазу движения, которая будет именно мягче передавать движение вот этого персонажа. Если вы находитесь вот на вот такой фазе, где ноги рядом, то здесь идет подъем плечевого сустава. Вот вы нажимаете, и вот идет подъем. Если вы включаете вот эту вот фазу, вы видите ноги врозь, здесь идет именно опуск. Вот так. И когда будет идти модель, она будет опускаться, подниматься, уже будет живой такой вид. Так, переключимся на передний план единицы на нампаде. Включим какую-нибудь фазу, допустим, вот эту. Вы видите, что ровно не может персонаж ходить. Сейчас у него опора идут на красные ноги, вот на те. А эти ноги на весу. И теперь берем косточку, вот эту верхнюю, и весь вес переносим вот на эти лапы. Предварительно можно, вот эта лапа, опять же, вот эта, она не может идти рядом. Она должна идти чуть-чуть впереди. Вот таким образом. Так, а вот эта лапа немножко позади. Таким, так, где-то. Так, где эта косточка на этом риге? Плохо видно, вот она. Вот так уносим. Я ее тут уже перекручивал. Лапа не ломается. Так, вот таким вот образом. Опять же, смотрим, три на нампаде. Высоко ноги поднимать не надо, а эти ноги, вот эти, они должны именно касаться вот так, мягко вот этой полосы. Ни выше, ни ниже от этой полосы играет роль, чтобы модель не кривила. Теперь выбираем хвост. Опять же, внимание хвосту, как он, где он именно сгибается, как он ведет при ходьбе, где он поджимается близко к телу, где он отходит от тела. Также можем смотреть за ушами, без особой мимики хотя бы вот заставить G вот так вот немножко приподниматься и опускаться уши. Вот, где-то R можно включить. Также можно на каком-то шаге пасть открыть, вот эту голову немножко приподнять вверх, как будто идет рык. Ну и опять же, следим за костями шеи, вот за этой частью. Следом, что еще нужно смотреть, что вот эта лапа, когда она опускается, и плечевой сустав, вот этот, опускается чуть ниже, а вот это, на нее идет упор. Вот эта лапа, она должна быть выше. Так, где ее кость тут? Вот эта кость. И вот эту лапу на ту же лапу чуть-чуть можно приподнимать косточку, и уже вот эта кость будет смотреться выше. Где-то вот эту кость можно немножко тоже выкручивать, подать ее сюда вверх, и ей потом регулировать вот этот изгиб. Так, как ведет себя рик G? вы видите, что он ведет себя адекватно, грудь опускается, поднимается, вот так вот, все это дело R выкручивается, вот, вот таким вот образом. И вот эту косточку, так, не вот эту, вот эту косточку тоже можно покорректировать, сделать плавные изгибы. Что еще можно здесь придумать? Ну, опять же, со спины смотрим семена на младе. Вот эта нога идет в один бок, а эта уходит сюда. Значит, вот этот скелет, вот этот скелет R немножко уводим в эту сторону. так, парламенте. Смотрим. Ну, допустим, что, так, не допустим, а вот давайте опустим красную лапу, чтобы уже точно было видно. 7 на нампаде, и вот получается, теперь, вот эту косточку позвонка берем, это выдвигаем вот сюда, потому что лапа идет вот это, и наклон на ту кость плечевую на красную ногу выходит, вот так, а, вот этот таз, вот так, он идет, ну, где-то вот, чуть-чуть вот так вот, вот так вот, искривляется, вот таким вот образом, вот сверху где-то так, ну, чуть-чуть, конечно, так вот, таким вот образом, вот так. и вот нужно на каждой фазе смотреть вот вот так вот он идет голова сюда то сюда и вот все это дело нужно смотреть тогда плавность движения будет ну словом уже будет более живая модель ну и опять же наклоны выкружки вот такие штуки это джи приседания ближе к земле где-то выше на каких-то шагах где-то подача вверх подача назад вот такая штука ну вот четыре фазы ходьбы вот мало красивого конечно давайте рассмотрим еще одну фазу это другая где больше фаз ходьбы посмотрите другой вид будет вот уже другая ходьба тройка на нампаде смотрим опять же за мягкостью чтобы лапы более мягко себя вели вот так ну давайте посмотрим что получилось рык стойка и пошел он вот так вот лапы идут мягко где-то идет чуть-чуть вот так вот легкая пробежка вот что-то в таком духе будем потом рассматривать уже в дальнейшем ролике как это дело косяки где что это уже будем смотреть подробно ну вот пока завершение темы так по ригам пока не будет если я еще какой-то риг не найду более навороченный и уже потом можно еще его будет доработать ну возможно для медведя там или для чертю на это на море на льдах пингвина для пингвина какого-нибудь все всем пока до свидания